Сотрудники Люберецкого городского жилищного треста сдали кровь в рамках донорской акции. Предприятие проводит их порядка четырех раз в год. На сегодняшний день в городском округе постоянную необходимость в донорской крови испытывают пациенты родильного дома, детской больницы, трех стационаров и других учреждений здравоохранения. Встать рано утром, собраться духом и пойти на благое дело. Для маляра седьмого ЖЭУ это не в новинку. Валерий Иванов раньше был донором постоянно. Сейчас стремится возобновить былые успехи. Вместе с ним на Люберецкую станцию переливания крови пришли 40 сотрудников жилищного треста. Решил последовать примеру коллектива, поддержать. Возможно, моя кровь кому-то и пригодится в этой жизни. Хороший коллективный пример в этот раз подействовал на 15 новоиспеченных доноров. Среди них и водитель ЛГЖТ Александр. Он только начинает свой добрый путь в сдаче крови. Раньше я сдавал кровь один раз, да, я был донором. Это было в 2009 году в армии. На данный момент я недавно устроился в ЛГЖТ на работу. Вот решил вместе с коллегами прийти тоже сдать кровь. Это полезно, во-первых. Нужное, так сказать, доброе, бравое дело. 420 миллилитров крови. Именно столько от каждого за одну процедуру получает станция. Даже один донор может существенно помочь при переливании или операции. А сотрудники ЛГЖТ уже более 10 лет приходят на помощь учреждению. В год сдают кровь четыре раза. Первая мотивация, это, конечно, она идёт из сердца, из души, от души для того, чтобы помочь людям. А потом, конечно же, за данное мероприятие у нас отдел кадров предоставляет два дня отгула. Стать донором очень просто. Для этого нужно быть здоровым и достигнуть совершеннолетнего возраста. Немаловажно помнить и о медицинских противопоказаниях. В частности, ими могут стать инфекционные заболевания. Поэтому сначала каждый проходит осмотр у врача, сдаёт кровь на пробу. При положительном результате спустя два месяца доброволец может стать донором. Я обращаюсь ко всему населению Люберецкого района. Приходите к нам, сдавайте свою кровь. Это всё-таки поможет спасти жизнь. У нас ведь и дети, и роженицы, и очень большой контингент больных. Есть заболевания кровью, все травмы, операции. Всё это сопровождается использованием компонентов крови. Для полного обеспечения местных медучреждений кровью ежегодно требуется около 3,5 тысяч кровоотдач. Однако, несмотря на помощь от предприятий и постоянных добровольцев, станция переливания всё ещё остро нуждается в новых донорах. Анна Троян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ.